Доброе утро, друзья! В это субботнее утро мы с вами будем говорить о казачестве. Побываем в одном спортивном клубе, а также узнаем, кто и как занимается воспитанием подрастающего поколения. Обсуждать эти темы мы будем с нашим гостем, который я с удовольствием представляю. Это депутат Народного собрания Карачаево-Черкиси, бывший атаман Баталпашинского городского казачьего общества Олег Николаевич Скорых. Олег Николаевич, здравствуйте! Спасибо, что вы к нам пришли. Итак, Олег Николаевич, недавно казаки Баталпашинского казачьего отдела побывали на сборах на базе 34-й горной мотострельковой бригады. Они там изучали тактику ведения боя, медицину и так далее, оружие. То есть с ними все понятно. А кто сегодня в Карачаево-Черкесии занимается воспитанием подрастающего поколения молодых казачат? Существуют ли у нас какие-то программы, направленные на эти цели? Ну и именно по программе, значит, программы, которые направлены именно на развитие казачества, они исходят из кубанского казачьего войска на усмотрение республиканского бюджета и также выделяются деньги с краснодарского бюджета. И в общем, как говорится, оттуда по чуть-чуть, отсюда по чуть-чуть и идет общая финансирование казачьего общества. Значит, патриотическое воспитание именно в городском казачьем обществе, да и вообще в целом республике с каждым годом набирает, как говорится, все больше и больше оборот, все больше и больше финансируется. И, так сказать, в связи с последних событий проведения специальной военной операции на территории Украины, все больше молодежи обращаются к патриотическому, так сказать, взглядам, возвращаются к своим, так сказать, национальным интересам, к национальным устоям. И все больше и больше желающих, как говорится, выехать на сборы, прийти в казачье общество, попросить, чтобы его записали, что он считает себя казаком и видеть в этом патриотическую, так сказать, направленность. До начала специальной военной операции мы на базе, значит, стрелковой дивизии или бригады староживой возили детей, которые, как говорится, под присмотром родителей, и даже несовершеннолетних привозили со своими родителями. Они не только, как говорится, изучали тактику ведения боя, но они непосредственно под присмотром, конечно, старших руководителей, родителей стреляли из боевого оружия. И да, и такие были моменты. Этот процесс идет круглогодичный, и войско, и республика спускает, так сказать, бюджет на мероприятия патриотической направленности, в которых непосредственно участвует и казачество. А примеры? Это, допустим, на базе ДОСААФ, это проведение военно-патриотических сборов на базе, значит, юн. армии. Сейчас создан клуб под гидой главы республики «Авангард». Очень много туда вложено, как говорится, и сил, и средств. Набраны педагоги. Значит, они вот только начинают, год, наверное, или чуть меньше года открылись и начинают свою работу, там будут на постоянной основе проводить непосредственно обучение, воспитание до 90 человек, учащихся. То есть всех возрастов, имеется в виду, до призывной молодежи. Поэтому мы и есть представитель от казачества, который непосредственно в клубе «Авангард» принимает это самоучастие и, значит, направляет туда наших казаков, которые проходят там обучение по уже программе Министерства обороны Российской Федерации. Понятно. Но я думаю, что одну из задач по воспитанию настоящих патриотов выполняет и клуб «Пластун», который два года существует у нас в Черкесске. И вот недавно мы там побывали. Давайте посмотрим, как это все проходит. Казачий молодежный военно-патриотический клуб «Пластун» в Черкесске существует два года. Он был создан Баталпашинским городским казачьим обществом при поддержке ДСААФ. Сегодня о сывоинской подготовке здесь проходят 15 юных казачат. Клуб создан для развития у детей патриотизма, который сейчас в среде сегодняшних веней, в среде СВО, в среде всего необходима. Дети привыкли сидеть за компьютерами, физически не занимаются. А здесь мы их приучаем. Они проходят стрельбу, разборка-сборка автомата. Ну, то есть все то, что им пригодится в армии. Совершенствование навыков в военно-прикладных видах спорта, веренных мне ребят, которые вот занимаются. А именно стрельба, разборка оружия, разборка-сборка. Также теоретическая подготовка, это исторические различные события, ТТХ-оружие времен Великой Отечественной войны. Ну, то есть участвовать во всех форумах, во всех соревнованиях, которые проводятся на республиканском уровне. При рождении будущего воина, в первые минуты жизни казака, к его ладони прикладывали шашку и пулю. Три года сажали на конях. Подготовка к службе в вооруженных силах – важнейшая задача, которая стоит перед руководством клуба «Пластун». «Пластуны» у казаков – это было как своеобразный спецназ. Они обладали незаварядными способностями. Их даже в свое время сравнивали с «Нидзи». «Нидзи» мальчишки быть не желают. У них другие планы на жизнь, серьезные. Я пришел, и поначалу было сложновато, а потом уже начал нарабатывать опыт. Я хочу сейчас стать военным и варшавским стрелком. Я хочу сначала получить звание мастер спорта по стрельбе, а потом поступать уже на снайп. Почему именно снайп? Ну, потому что я очень сильно увлекаюсь советскими снайперами. Они мне очень нравятся. А какое оружие больше всего нравится? Винтовка СВД, винтовка Драгунова, снайперская винтовка Драгунова. Данилу Дуднику 10 лет. В клубе занимается с первых дней. За два года много чему научился. Как разбирать автоматы, стрелять, ну, и немного как бросать дротики? А что интереснее? Интереснее разбирать автомат. Старший брат Даниила находится в зоне спецоперации. Отец тоже воевал, был ранен. Сейчас находится на реабилитации. Данилу есть кому подражать. Отец – это мой идеал, потому что он самый лучший для меня. Он лучший защитник. Он очень храпый. Я хочу, очень хочу быть похожим на него. Наравне с мальчишками воинскую науку в клубе осваивают и юные казачки. Вон как Ангелина с автоматом лихо разбирается. Сначала пришла сама, затем привела сестру. На занятия ходят с удовольствием. Сюда я попала совершенно случайно. Была такая ситуация, что не хватало в команду участниц, именно женского пола. И мне отец мой предложил, так как он тоже стоит в казачестве, он мне предложил. Я с охотой сюда пришла. И мне здесь даже очень нравится. Больше всего мне нравится стрелять в спортивные винтовки в положении лежа. Мне очень нравится. Мне нравится наш коллектив, мне нравится наш тренер. Мне нравится вообще наша подготовка, как мы готовимся к соревнованиям. Очень много, куда мы ездим, со всей тренировкой с детьми. То есть на месте мы не сидим. В этом году Владислава оканчивает школу. Однако занятия в клубе не пропускает. Потомственная казачка собирается поступать в военный институт. Я с самого детства хотела быть военной. Я, как говорится, мальчик в юбке. Для меня это естественная среда. И я очень бы хотела этим заниматься. У меня были планы собирать документы в армию. Но ведь в армии-то не легко. А что? А где легко? Везде труд. Если, как говорится, трудиться, ты всего можешь добиться в этой жизни. За такой сравнительно короткий срок у них уже довольно-таки неплохие успехи ребята оказали. Уже вот даже двое-трое ребят сдали на разряд. Были региональные соревнования. Были соревнования на судебных приставах. Были соревнования казачий биатлон. И везде в этих соревнованиях ребята заняли призовые места. У нас уже три человека сдали на третий разряд по стрельбе. Одна девочка первая, юношеская по стрельбе. И также сейчас участвуем в испытании на юного ворошиловского стрелка. Первый этап уже прошли, пять человек. Но остальные по мере готовности будут участвовать. Клубе «Пластун» для них казаков учат не только стрелять и разбирать оружие. Здесь изучают историю России, историю казачества. Частые гости клуба – участники специальной военной операции. Все на пользу, да. Когда солдат. С Божьей помощью мы победим эту нечисть заграничную. Наше дело право, а победа будет за нами. Я хочу вам пожелать, чтобы вы выучили науку военного дела на пять. Чтобы вам было, если приспичит, прижмет жизни, защищать свою родину, вы это делали легко. Какое у нас вооружение? Лучшее? Самое лучшее? Или? У нас вооружение самое надежное. И если при правильном обращении оно и получается самое лучшее, а самое надежное вооружение – это у нас. С нашим оружием весь мир военный. Да. Какое-то осознавать то, что в любой момент может наступить критическая ситуация. И как к этому подготовиться, вот морально, например. Как вы не теряете силу духа, так сказать, в такие моменты. Они ведь все равно наступают. На войне спокойно никогда не бывает, потому что само спокойствие, если только тишина, еще больше наступает душевное беспокойствие. Это надо понимать по-другому. Вопросы вопросами, но без мастер-класса от бывалых воинов никак не обойтись. Режим стрельбы перевод. Вот смотрите, подошли, раз, вот так. Сразу уже вы его сняли с предохранителя и сняли с одним движением практически получается. Казачий молодежный военно-патриотический клуб «Пластун» – это не просто организация досуга детей. Здесь помогают расти самостоятельными, смелыми и дружными. А еще понимать, что такое Родина – преданность, долг. И это самый лучший вклад в нашу молодежь. Ну что ж, хороший пример. Вот клуб «Авангард», клуб «Пластун», клуб «Воин», я знаю, такой тоже у нас существует, где единоборством занимаются. Но все-таки мы можем сказать, что воспитанию настоящих казаков, преданных своему Отечеству, своей Родине, уважающих традиции, сегодня эта работа в Карачево-Черкесии ведется. Финансирование военно-патриотического восприятия не только в республике, но и, как говорится, по всей стране увеличивается. И поэтому ведение молодого поколения от, как говорится, от младшей класса до старших, до призывного возраста, до армии, уже сейчас становится в приоритете. Если, допустим, три года назад взять, у нас вообще, так сказать, это все дело было на нуле, за три года мы нарастили уже по стране и по республике такие темпы, что мы уже приближаемся к уровню, как говорится, Советского Союза, конечно. Ну, здесь единственное, что не такой охват, как раньше всеобщая комсомолия, пионерия, сейчас уже, допустим, молодежь просто зорницей не заинтересовать. Сейчас молодежь уже требует разнонаправленные подходы, имеется в виду подрастающие, они требуют, чтобы какие-то были навыки, допустим, по ремесленной войску, по компьютерному, как говорится, вот сейчас вы видите, очень сильно развиваются эти дроны. И если в армии раньше мы не знали, что такое, допустим, дроны, то сейчас с развитием специальной военной операции мы видим, что дроны и эти, как говорится, роботы вообще стали на первое место. Поэтому многие интересуются и вот этой IT-индустрией, киберпространством, ну и непосредственно, конечно, такие остались приоритеты, как стрельба, владение рукопашным боем. Ну что ж, тогда остается надеяться, что наше руководство, республики, все это понимают, что нужно это внедрять. И думаю, что в наших клубах появится направление, о которых вы говорили, правильно? Ну мы пришли к тому, что, оказывается, свою страну надо защищать, есть желающие, как говорится, напасть и разорить не только страну, но и твою семью, и тебя непосредственно, как говорится, расчеловечить, убить. Поэтому защита, оказывается, своего отечества, это становится на первое место. А если на первое место становится, то мы должны уже, как говорится, подрастающее поколение внушать в голову то, что добро должно быть с кулаками. Если ты хочешь жить спокойно на своей земле, на своей территории, ты должен уметь ее защищать. А чтобы уметь защищать, нужно обладать какими-то, наверное, специфическими навыками. Спасибо за то, что пришли. Пожелаем удачи нашему казачеству, успеха в работе, пусть добиваются поставленных целей. А мы будем об этом рассказывать. Ну что ж, дорогие друзья, на этом программа наша закончена. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях был депутат Народного собрания Олег Николаевич Скорох. Всего доброго, до новых встреч в эфире и хороших выходных.